Доброе утро коллеги с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день вторник 14 августа и перед началом я как всегда напомню что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк подписывайтесь на канал чтобы получать уведомления о добавлении новых видео но мы с вами начинаем с пары евро доллар по паре евро доллар на текущем тенденции нисходящая сохраняется торговля ведется уже сегодня вблизи максимальной значении понедельника если евро доллар сможет закрепиться выше уровня 1 14 31 то в этом случае можем ожидать начала коррекционной восходящей тенденции завершение которое позволит присоединиться уже вновь к нисходящему движению по данному активу примерно такая же ситуация с пара британский фунт американский доллар общее направление сохраняется нисходящим но сейчас мы уже видим торговлю выше максимум которые были зафиксированы вчера для пробития и соответственно закрепления нам необходимо увидеть по крайней мере одну свечу который и открылся закрылась выше уровня 127 90 это максимальное значение вчерашнего дня и в этом случае мы также можем ожидать начала восходящего коррекционного движения по данного актива опять же завершение которого даст возможность присоединиться по данной паре в сторону основного движения по паре американский доллар канадский доллар пробиваем минимум вчерашней торговой сессии напомню что по канадцу сохраняется тенденция восходящая вчера обновили локальный максимум доходили до уровня 1 3170 но концу торговой сессии ушли ниже открытия ну и фактически закрылись на несколько пунктов ниже открытия дня сегодня торговля ведется уже ниже минимальные значения которые были зафиксированы вчера что с очередь также дает предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения по данному активу завершение которого даст возможность присоединиться по канадцу в сторону восходящего движения аналогичная ситуация с парой американский доллар японской иен вообще в принципе по большинству инструментов ситуация будет примерно одинаковой и ну и собственно мы с вами видим что по паре американский доллар японская иена основное направление сохраняется нисходящим но сегодня вот буквально текущей девятичасовой свечой мы уже пробиваем максимум вчерашний торговый сессий что также дает предпосылки на начало восходящего движения по данному активу по паре австралийский доллар американский должен сохраняясь тенденция нисходящая цели по снижению это уход ниже минимальные значения которые были зафиксированы вчера по цене 72 55 и движение дальше на 71 58 а начало коррекционного восходящего движения здесь можем рассматривать том случае с нас может закрепиться выше максимум который были зафиксированы вчера по цене 72 99 а по паре евро фунт сохраняется на текущий момент в рамках часового таймфрейма тенденция нисходящая в рамках 4 часового таймфрейма а общее направление идет на укрепление евро против британского британской валюты и собственно дальше ожидаем снижение в том случае с нас может закрепиться ниже минимальные значения которые были зафиксированы вчера и двинемся дальше уже в область 80 88 52 а золото вчера уходит ниже минимальные значения которые были зафиксированы на прошлой неделе минимальный уровень который мы вчера показывали это 1191 доллар за тройскую унцию следующий цель по снижению это 1181 а тенденция нисходящая сохраняется ближайший разворотный уровень находится на максимальной значения которые были зафиксированы в конце прошлой недели на уровне 1217 долларов за тройскую унцию а нефть марки бренд а в рамках часового таймфрейма продолжать свое движение восходящие вчера хоть и пробивали прокалывали отметку 71 но закрепиться ниже данного уровня не смогли поэтому пока на восходящий сценарий а по нефти марки бренд не отменяется цели роста это движение в область 74 41 ну а в том случае если цена все-таки сможет закрепиться ниже уровня 7070 то в этом случае будем ожидать вновь начало вновь продолжение нисходящего движения по нефти марки бренд а по индексу dax на текущий момент сохраняется тенденция нисходящая цели по снижению это область 12196 сейчас мы также видим торговлю выше максимум которые были зафиксированы вчера в понедельник но более более важный уровень на мой взгляд здесь находится в области максимальной значений конца прошлой недели который был зафиксирован по цене 12703 ну и bitcoin сегодня с утра уже обновил минимальное значение которые были зафиксированы 11 августа и движемся по направлению на 5455 возврат покупкам будем рассматривать в том случае если цена сможет закрепиться выше уровня 6504 доллара за один bitcoin и так коллеги всем спасибо за внимание всем желаю хорошего торгового дня как всегда напоминаю что если у вас есть вопросы комментарии то пишите их обязательно в комментариях к этому видео и я буду обязательно них отвечать всем спасибо за внимание и до свидания а